Иллия Ван Я планировал в этом году разбавить контент по тачкам более другими тематиками, которые обычно почему-то на канале у меня по просмотрам не заходят, но все же нужно радовать вас и чем-то на канале более другим. Сегодня в этом самом первом видео я решил провести обзор на этих двух героев по истории игрушек 4, которые представлены в таком мелком квадратном блистере. Сделаны они тоже компанией Мотел и выполнены в более мелком масштабе, как раньше было подобное с теми же мини-гонщиками. Я думаю вы о них прекрасно помните. И это такие герои как Джесси и Дюк Бубумс. Маркировка здесь 3+, то есть от 3 лет и старше. И сделаны они в Китае. И также в 2019 году как раз под релиз выхода на широкий прокат 4 части. Блин, он упал все-таки. Обидно. Итак, сейчас я попробую за кадром их открыть, а потом позже про них все расскажу более подробно. Ну вот, наши герои на свободе. И я предлагаю для начала рассмотреть такого героя как Джесси. Значит, как я заметил, у Мотел и у большинства более мелких игрушек есть такая странность, что голову они создают больше, чем тело. И если честно, я не особо понимаю, почему так делают, но тем не менее мы к этому еще вернемся. В общем, у Джесси примечательно то, что она покрашена хорошо и в основные цвета. Имеет красные волосы. Она одета в белую рубашку с золотым воротником и манжетами. Также она одета в джинсы, сшитые с кожей коров. К сожалению, глаза у всех персонажей, как я понял, будут просто черные. Ну а сзади, к сожалению, покраски намного меньше. Детализация вообще есть, но она никоим образом не покрашена. К сожалению. Вот, например, бант на косе не окрашен, как это должно быть. И кольцо почему-то тоже не прокрашено, хотя вот мелкие детали на переднем плане все-таки окраску имеют. Еще на ее голове, как я заметил, имеется маркировка Disney Pixar. Сделана она в Таиланде. Мотел представлена здесь компания. И еще здесь есть серийный такой вот номер. А фигурка сама сделана из пластика. Еще в комплекте с ней прилагается шляпа, которая сделана из плотной резины. Но почему-то на Джесси она не одевается. То есть вот, только так можно, собственно, одеть. И даже над ней не стали, видимо, заморачиваться. Потому что, как я понял, было очень трудно вырисовывать на шляпе более мелкие узоры. Так, надеюсь, что... Блин. В общем, я, Джесси, доволен, как ее сделали. Но все-таки, если бы еще немного над ней постарались, то это было бы еще лучше. Как и в своих лучших традициях обзора на героя от Мотел, я всегда рассказываю сюжетную составляющую. И потом, после этого, рассказываю также, где еще эта фигурка появлялась. В общем, как вы знаете и помните сюжет франшизы, ковбойша Джесси появилась впервые во второй части. И именно в тот момент, когда Вуди оказался в комнате, посвященной ему, Джесси, Булзай и Вонючке Питу. Ее история была очень трагичной. Трагичной. Так как она была игрушкой Эмили, которая играла с Джесси на протяжении ее молодости, пока она не повзрослела и не стала увлекаться косметикой, а потом и вовсе оставила Джесси в коробке. Но все же Вуди сообщил ей, что Энди будет рад ее появлению, пока он не повзрослеет. А в четвертой части, на протяжении всего сюжета, когда Энди отдал все свои игрушки своей двоюродной сестре Бонни Андерсон, она больше всего любила Джесси и всегда ею играла больше, чем остальными игрушками. И даже участвовала в путешествии вместе с другими героями внутри автофургона семейства Бонни. А в самом конце, после расставания с Вуди, Джесси получает официальный значок шерифа и уже после событий четвертой части она рассказывает игрушкам, как тайно ходила в школу с Бонни, где помогла ей создать девушку-нож по имени Карен Беверли, в которую влюбляется Вилкинс. Фух, это был краткий пересказ истории появления Джесси во франшизе и в частности четвертого мультфильма. Теперь давайте перейдем к следующей части этого обзора. Значит, именно такая версия Джесси выходила в комплекте с поездом из третьего мультика, набор которого является вообще эксклюзивом и он был сделан в 2019 году. Затем она также выходила как в цветном, так и в черном-белом варианте, в специальных пакетиках. Потом она появлялась в серии истории игрушек 4, как в открытых блистерах, наподобие этого, так и опять же в закрытых пакетиках. Ну и напоследок, она появлялась в больших паках, как по персонажам третьей части, так и четвертой. В общем, сейчас мы полностью рассмотрели только Джесси. Теперь давайте переходить к нашему канадскому каскадеру, образом которого вдохновлялись такого замечательного актера, как Киану Ривз. Ну а сейчас мы перейдем к такому канадскому каскадеру, как Дюк Бубумс, или, как его назвали в оригинале, Дюк Кабум. Здесь примечательно то, что усы и брови того же цвета, что и волосы. Могу и ошибаться, но мне кажется, это каштановый цвет. Он одет в свой костюм каскадера, в руке он сжимает свой шлем. Только у меня возникает вопрос, как он его на голову мало ли вдруг оденет, если его шлем в два раза меньше, чем его голова. Но ладно, не будем притираться к мелочам, а будем рассматривать его еще дальше. Костюм его состоит из красного и белых цветов. Что-то он даже не хочет особо так стоять. Во! Сзади у него развивается красный плащ с кленовым листом, что является символом Канады, как я понимаю. Но сзади почему-то красным вот здесь не покрашено, раз у него на шее тут красная повязка. В общем, этот герой сделан немного под странный расчет. И по моему мнению, Джесси и то покрашена лучше, чем Дюк. Просто я сужу по окраске, логике и форме героя, поэтому я не буду против того, что скажете лично вы на этот счет. Ну что ж, Дюк совсем уже является новейшим персонажем во франшизе истории игрушек, который появился исключительно в четвертой части. Он являлся игрушкой мальчика по имени Жан Клод. И когда он увидел, что Дюк в рекламе справился с большим трюком, Жан думал, что так произойдет и в реальной жизни. Однако, тот не справился. И после этого мальчик решил отправить Дюка в антикварную лавку. Но все же после этого Бо Пип сопроводил его в секретный автомат, где расположились остальные игрушки. На протяжении остального времени мультфильма Дюк Бубумс помогал Вуди и его команде спасти Вилкинса от рук Габи Габи. Однако, это удалось только при уговорах и осознаниях, кто Дюк на самом деле такой. После событий в мультфильме он удивляется тому, что Ути и Зая якобы действительно представляют себе, что они мутанты, которые способны увеличиваться в размере и стрелять из глаз испепеляющим лазером. У вас что, правда лазеры в глазах? Да. Ого. Также могу отметить пару ключевых моментов, что на заставке Пиксара он появляется вместо лампы люкса и после выполненной своей работы дает пять Командо Карлу. И также он появлялся в качестве камео и пасхалки на следующий мульт в Суперсемейке 2 в кровати Джек Джека. В общем, в какой-то степени, как я уже говорил, он имеет образ актера Киану Ривз, который его озвучивал и появлялся в Киберпанке. Ну и в плане игрушки этот тоже герой довольно харизматичен, как мне кажется. И теперь давайте переходить к следующей части этого ролика. Итак, из-за того, что Дюк Бубумс не появлялся в других частях, кроме как четвертой, то я думаю, что и серий с ним от Мотел имеется не так уж много. Значит, как и Джесси, он выходил как в открытом блистере, так и в закрытых пакетиках. И еще он выходил вместе с комплекте со своим крутецким байком. Еще также хочу сказать, что он присутствовал в паке с десятью персонажами. Ну и в итоге могу сказать, что эти два героя полностью меня удовлетворили, несмотря на то, что они покрашены не настолько детально, какими они могли быть. Ну что же, вот и подошел к концу этот детальный и подробный обзор этих двух персонажей в мини-версии от Мотел по истории игрушек. Если бы я вам не рассказывал все это дело, то есть, где они появлялись и в каком моменте мультфильм они появились и присутствовали на протяжении какого-то фильма, то смысла в этом обзоре тогда бы точно не было. Обязательно ждите еще кое-какое видео, однако по тачкам оно тоже еще не связано. Но все, ребята, это был канал Илья Уан, еще увидимся в следующих обзорах и видео, и всем пока. Субтитры Субтитры